Преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня проведем небольшой анализ сказки, которая называется «Коза Ярая». Внизу будет ссылка на книгу аналитического психолога Светланы Морозовой. Книга называется «Волшебная женщина-коза». В общем, зайдите, приобретите книгу, электронный вариант стоит 290 рублей. Очень интересная книга, там много сказок, много упражнений по техникам эмоциональной свободы. Перейдите по ссылке, ознакомьтесь с фрагментами книги. Если вам нравится, приобретайте. Очень интересная книга, рекомендую. Я проводила свой анализ и сделала два слайда. Хочу сделать акцент, немножко проанализировать сказку, которая называется «Коза Ярая». В интернете можете найти, это украинская сказка. Смысл такой, мужчина, хозяин разгневался почему-то на свою козу и решил ее убить, приготовить или что-то еще сделать. Почитайте сказку «Я доношу смысл». И уже можно сказать, по шкурке он ее снял и пошел точить ножи. Коза быстро убежала. Она убежала, искала, где ей спрятаться, увидела нору зайчика, кролика, зайчика. И нора была маленькая, она выгнала, можно сказать, зайчика и сама там спряталась. Ее цель была выжить. Она спряталась там. То есть любая сказка, любой фильм говорит о нашем внутреннем мире. Мы можем также смотреть на всех героев с точки зрения нашего внутреннего мира. Смысл такой. Вот это ощущение несправедливости коза погружает в зайчика. То есть с ней кто-то поступил несправедливо, она также с зайчиком поступила. Можно сказать, ни за что его выгнала. Смысл такой. Часто человек, например, унижает другого человека. Почему? Он делает это неосознанно, а бессознательно по какой-то своей эмоциональной травме. То есть его где-то, человека где-то кто-то унизил. И человек делает так, чтобы другой человек почувствовал также унижение. Если коротко. То есть ключ к любым переменам, а надо вернуться в свою нору, в свой дом. Что это значит? Нора зайчика, она меньше. То есть козе надо вернуться в свою нору, если коротко. Наш дом – это символ нашего я, наше представление о себе. Где живет наше я в теле? Когда наше я уходит из тела, там поселяется кто-то другой. И когда из этого состояния мы пытаемся менять сценарии, мы их не можем менять. Берем ситуацию в детстве. Например, мама себя ведет как-то неадекватно при стрессе. Ребенок это видит, видит боль, страдания мамы. И он из тела уходит. Он поселяет, он спасает, жалеет маму. Он внутрь себя погружает это безумие, страдания мамы. Можно сказать, тогда нет я дома, а есть у него в теле безумие мамы. Можно так сказать. Внизу также будет ссылка на статью про комплекс слияния. Почитайте, получите важное осознание, кто мечтал. И тренируйтесь каждый день. Там сказка более расширенная. Почитайте. Например, когда мы кого-то жалеем, мы покидаем тело. То есть кого-то жалеем, критикуем, конкурируем, спасаем и так далее. То есть задача каждого – вернуться в свое тело, чувствовать безопасность в своем теле. То есть если человек нас провоцирует на какой-то сценарий, да, мы стоп, остановились, задача – вернуться в тело. Пощипали себя, потеряли ладошки, как-то еще. То есть задача – вернуться в тело, чтобы не отыгрывать какие-то сценарии, да. То есть в детстве, почему мы убежали из тела? Мы чувствовали какую-то непереносимую боль. Но уже во взрослом возрасте надо встретиться с этой болью, выдержать эту боль, перепрожить и отпустить. Ну и короткие рекомендации от Светланы Морозовой, да, я в этой книге выписала для вас. Доставляем себе удовольствие во всем, чувствуем свои границы. То есть спрашиваем себя, что хочу я, как я к этому отношусь и так далее. То есть максимально возвращаем себя в тело, осознанность в теле, да, что хочу я. То есть и тогда, когда мы, ну, натренируем этот навык, тогда мы от инстинкта выживания вернемся к своей силе. И вот короткое упражнение «Мифа о своем рождении». Можете подумать о том, что когда вы появлялись на Свет, мама была очень рада. Что-то еще, как-то это в красивых красках представьте. Это также хорошее упражнение, ну, чтобы создать, сформировать «Мифа о своем рождении». Если коротко. То есть задача, да, вот чтобы выйти из комплекса слияния, да, ну, поменять свои сценарии, надо быть в теле. И из этого состояния действовать. То есть ключ к переменам, как говорит Светлана Морозова, да, я с ней согласна, возвращаемся в тело, что хочу лечь я, да. То есть часто, например, когда мы начинаем кого-то жалеть, спасать и так далее, мы играем в игру жертвы-агрессор, да, и забываем о себе. Можно сказать, поселяем какое-то, ну, страдание других людей в свое тело. И тогда мы не можем помочь человеку, и нас дома нет. И из этой позиции мы не можем помочь. То есть задача вернуться в тело, если коротко. Если вдруг что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях, с радостью отвечу. Желаю получить важные и нужные осознания для себя. И если есть вопросы, задавайте. Также внизу будет ссылка на мой курс по типологии Литва Юнгу. Там у нас будут лекции по эмоциональным травмам, по личному мифу и так далее. И базово у нас будет практика. То есть будем тренировать, также навык не критиковать, не жалеть, не спасать, не конкурировать и так далее. То есть максимально присутствовать в теле, не погружать безумие других людей в себя, грубо говоря. Тогда мы другим людям можем помочь. Если коротко. Желаю получить важные и нужные осознания. Внизу будет ссылка. Заходите, регистрируйтесь. Первое занятие открытое для подписчиков школы, бесплатное. И также платный курс стоит доступно. 2 500 в месяц будем работать. Заходите, смотрите. Буду рада с вами поработать. У нас также будет скайп-чат, поддержка в чате и так далее. И также желаю максимально возвращаться в тело. Из этого состояния мы можем менять сценарии. Но когда мы погружаем страдания других людей в себя, мы начинаем отыгрывать сценарии. Тогда мы свои сценарии не можем поменять и помочь человеку тоже. Если коротко. Если есть вопросы, задавайте. Всем хорошего вечера. Продолжение следует...